В живую, в реальном времени, и не дистанционно. И я все-таки перейду к ионным каналам, а именно НМДА-рецепторам. НМДА-рецепторы играют очень важную роль в нервной системе, поскольку они обладают высокой проводимостью кальция и блокируются ионом магния. Их функция заключается весьма широко, они участвуют в синаптической пластичности, в развитии организма, мозга именно. И, кстати, токсичность. Зачем я показываю топологию? Просто для того, чтобы показать, что НМДА-рецептор состоит из четырех субъединиц, две из которых представляют собой первая, а вторая и вторая субъединицы, две других субъединицы, вторые субъединицы имеют четыре разных изоформы, но имеется третий, но это уже не относится к данному делу. НМДА-рецепторы являются легант, управляемые ионными каналами, активируемые НМДА. Если апплицировать НМДА к нейрону вместе с глицином, который является коагонистом, развивается ток, который в отсутствии кальция во внеклеточной среде практически не спадает, а затем при удалении НМДА каналы закрываются. Но как в присутствии кальция в районе нормальной концентрации в крови, это 2 мм, мы видим, что ток достигает пика, а затем спадает до равновесного уровня на где-то 50% от максимальной амплитуды. И вот эта динамика падения, не динамика, а само падение, называется десинститизацией. Их несколько для НМДА-рецепторов, но главенствующей является кальций-зависимая десинститизация, которая определяется входом кальция через эти же рецепторы, которые, накапливаясь внутри в премембранном слое, взаимодействуют с калмодулином, и замещает альфа-актин, который связывается с первой субъединицей. Таким образом, в норме НМДА-рецептор всегда привязан к цитоскелету, но разрушение этой связи за счет кальций-зависимого калмодулина происходит развязывание этой, распадается эта связь, и рецептор впадает в кальций-зависимую десинститизацию. Это явление было довольно хорошо изучено, и важно, что в основном ранее его ассоциировали со свойствами НМДА-рецепторов, то есть различных субъединиц, так как действительно было показано, что 2А и 2Б субъединицы, они подвержены сильнее кальций-зависимой десинститизации, в то время как ЦИД-рецепторы, имеющие ЦИД субъединицу, они практически не десинститизируются. Но вот такое удивительное наблюдение, что ингибитор натрий-кальций-обменника, это КБР, Соболевский и Ходоров, это известные наши ученые, Ходорова, к сожалению, уже нет, они показали, что КБР способен ингибировать, то есть блокировать НМДА-рецепторы. Вот, видимо, если на плато тока дается КБР, то ток падает, и это явление практически неотличимо от канала блокады. И в то время, в 1999 год, они так и интерпретировали, что побочный эффект ингибитора натрий-кальций-обменника – это блокада канала НМДА-рецептора. Но даже они в этой статье написали, что имеется вторая компонента, которая отличается от этого механизма. Но по независимым причинам работы, используя КБР для других экспериментов, нам показалось, что что-то здесь не так. И вот, поставив аналогичные эксперименты, мы увидели, что в отсутствии кальция во внеклеточном растворе КБР не способен ингибировать и нам доактивируемые токи. И если мы добавляем 1 мм кальция, мы видим, что КБР вызывает полное блокирование тока. То есть кальций является обязательным элементом трансдукции, то есть инициации эффекта КБР, что абсолютно не согласуется с каналоблокирующим механизмом действия этого блокатора. И таким образом здесь это то же самое, то есть другой просто протокол. И таким образом КБР по-нашему получается, он в отсутствии кальция не работает. И поэтому мы поставили под сомнение то, что он является каналоблокатором. А для кальция, зависимой от десинститизации, обязательно является наличие кальция либо внутри, но мессенджером ее является внутриклеточный кальций. И вот аналогичные эксперименты на нейронах, в которых загруженных БАПТой. И в этих нейронах поддерживается очень низкая концентрация кальция. И мы видим, даже когда во внеклеточном растворе имеется кальций, то токи не демонстрируют никакой кальций, зависимой от десинститизации. То есть таким образом эти эксперименты можно было интерпретировать следующим образом, что наличие кальция снаружи при активации канала приводит к тому, что кальций входит в клетку, и должен быть антипорт этого кальция, и он осуществляется благодаря натрий-кальциевому обменнику. Если его заблокировать, то кальций накапливается, и десинститизация становится больше. В отсутствии кальция десинститизации не наблюдается. И если кальций имеется снаружи, но БАПТа внутри, тогда кальций тоже не накапливается. И вот такой десинститизации нет. Таким образом стала очевидна. И вот эта гипотеза полностью не совпадала, так сказать, представлениями о десинститизации, о том, что показала, что десинститизация в норме может регулироваться. Но важным моментом этой гипотезы является то, что НМДА-рецепторы должны находиться в тесном взаимодействии с натрий-кальциевым обменником, что может осуществляться только в мембранных микродоменах или рафтах, в которых, так сказать, сконцентрированы различные типы трансмембранных белков для осуществления определенных функций. И важным пререквизитом или важным элементом формирования рафтов является холестерин. Если холестерин, например, экспериментальный подход, убрав холестерин, то есть метилбета-циклодекстрина, можно его экстрагировать из мембраны, и при этом рафты разрушаются, и молекулы как бы расходятся. И вот, поставив такие эксперименты, это кальциевый имиджинг, то есть в контроле НМДА вызывает вход кальция. Если дать КБР, то вход кальция меньше за счет того, что десинститизация, но если экстрагировать из мембраны холестерин, то мы видим, что кальций, от кальция в ответ маленький, кроме того, КБР перестает изменять его. Но если насытить мембрану растворимым холестерином, то картина восстанавливается к исходному уровню, то есть КБР начинает работать как фармакологический агент и уменьшать кальций выход, то есть опять появляется регуляция НМДА-ответов. И вот эта схема, которая может объяснить подобное явление, в норме это выглядит так, кальций входит, и сразу же часть кальция обменником уносится, и поэтому десинститизация маленькая. Если расстояние между ними больше, то натрий кальций в обменник может регулировать плазматический уровень кальция, но они премембранные, и тем самым десинститизация увеличивается. И это показывает, конечно, новый механизм регуляции НМДА-рецепторов, потому что фактически известно, что блокаторы НМДА-рецепторов, мемантин, они даже в клинике используются как нейропротекторное соединение, то, значит, уменьшение амплитуды НМДА-ответов, оно обладает нейропротекцией, потому что изменяет уровень хода кальция в клетку, и таким образом, в принципе, десинститизация – это естественный механизм, который может делать то же самое. И таким образом появилась возможность того, что модулируя НМДА-рецепторы за счет, естественно, процесса кальция-зависимой десинститизации, мы можем им управлять и определять нейропротекцию нейронов в условиях эксотоксического стресса. Ну и важным моментом было показать, что действительно имеются такие лекарства, в которых этот механизм уже задействован. И вот мы исследовали, это из нашей предыдущей работы, М1754, который чистый блокатор НМДА-рецепторов. Мы видим, что независимо от кальция 0,25 или 2, фракция блокирована ток одинаково, а это чистый блокатор канала. Но если взять амитрептилин, то мы видим в тех же условиях, в низком кальция блокада незначительно, а при 2 мм кальция блокада почти полная. Таким образом, от ингибирования амитрептилидом НМДА-рецептора значительно в мере кальция-зависимой. Что не может быть, как я показал, за счет канала блокад. И здесь вы видите примеры токов рутинных экспериментов, когда мы на плато тока апплицируем разные концентрации. Возрастающая амитрептилида, вот это при 2 мм, и мы видим, что здесь и сифифти ингибирование 2 мкм, а при 0,20 мы видим, что она порядка 50-25 раз больше. И вот эта зависимость от кальция, ингибирования амитрептилидом НМДА-рецептора, и в принципе, в отсутствии кальция, она в районе 100 мкм, а при 1 мм, ну, порядка уже микромольных концентраций. И вот она экспоненциальная. Таким образом, мы видим, что трептилин, трициклический антидепрессант, он имеет такую же компоненту, которая полностью совпадает по механизму действия с КБМ, то есть с ингибитором натрий-кальцевого обменника. И вот если клетки заполнить БАПТа, загрузить, то мы видим, что полученная кривая, несмотря на то, что 1 мм кальция присутствует, она практически равна тому, как если бы во внеклеточном растворе не было кальция, то есть 1 мм кальция в растворе, и БАПТа она полностью компенсирует. И это чистая блокада канала. Ну вот здесь при нолевом кальции показаны типичные эксперименты для анализа канала блокады, и мы видим, что она потенциалозависима. Ну вот это отсюда, из таких экспериментов выводятся параметры блокады каналов, и затем это из потенциалозависимости и эффективности блокирования, благодаря моделированию молекулярной динамики, можно определить место связывания блокатора внутри канала, и это типичное место для канала блокаторов. И, например, азот связывает с аминогруппой в районе NQR-петли. И нужно заметить, что вот в такой позиции, конечно, блокада, она мало подвержена каким-либо вообще фармакологическим воздействием. Далее мы показываем, что несмотря на то, что вот эти разные трициклические антидепрессанты аминотрептилин, кломепрамин и дизипрамин, они очень исходны, но все-таки вот небольшое отличие, например, появления хлора, оно полностью меняет кальциозависимость ингибирования, то есть структурная зависимость канала блокады и кальциозависимое ингибирование у этих трициклических антидепрессантов разное. И ассоциируя, так сказать, кальциозависимость уравнения блокада, мы получаем коморбидное ингибирование, которое мы видим, несмотря на то, на слабые каналы блокад, мы видим, что коморбидное ингибирование при двух миллимолях и четырех миллимолях, это реальная концентрация спинномозговой жидкости, вот это достигает микромолей меньше, и это уже уровень, который соответствует. Ну и я далее покажу, что поскольку вот этот механизм, он включает внутриклеточный кальций, имеется много факторов, которые могут регулировать внутриклеточный кальций, в частности, этанол. Этанол 0,3 микромоля, он не вызывает на плато тока никакого ингибирования, но он полностью снимает эффект аминотеамид рептилина. Таким образом, мы уже видим, что в зависимости, и то же самое холестерин, что в зависимости от питания, от состояния организма, от уровня метаболизма, действие многих трициклических антидепрессантов может меняться. Таким образом, это не некая константа, данная нам в реальности, а за счет вот этого механизма она становится подвержена многочисленным влияниям и может регулироваться состоянием организма. Ну, вот этот вывод, что я уже, собственно, сказал. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович. Вопросы? Да. Спасибо. Прекрасная работа, очень интересный эффект NCX на кальций внутри клетки. Но вот по поводу физиологических, так сказать, выводов, то есть, как это работает в реальной клетке, у меня несколько другое представление, что вообще в синапсе сначала активируется ампо-рецепторы, которые обладают натриевой проводимостью, и это приводит к повышению внутриклещной концентрации натрия и реверсированию натрия-кальцевого обменника, и, соответственно, он начинает загружать в клетку кальций, и это может ингибировать НМДА-рецепторы. А вот то, что происходит потом, то есть, когда кальций входит через НМДА-рецепторы и вот приведет ли это уже к выкачиванию кальция через NCX, вот этот вопрос мне непонятен, потому что NCX по идее должен работать в реверсивном режиме вот в условиях реальной клетки. Вы могли бы как-то про это? Да, могу, но там еще в рафтах имеется натрий-кальевая атефаза, а натрий-кальевая атефаза натрий очень быстро убирает и поддерживает градиент по натрию на очень высоком уровне. И поэтому, собственно говоря, если смотреть, если учитывая стихиометрию натрий-кальциевого обменника, мы можем говорить, что три молекулы, три атома натрия тянут один кальций из клетки. но поскольку мощности натрий-кальевая атефаза, которая для этого там и стоит, очень-очень велики, натрий сразу же уходит. В противном случае натрий бы накапливался и к тому же ампорецепторы через них очень маленькая проводимость, это раз, не знаю, 10 пикосименц максимум. И при этом она зависима от концентрации медиатора. Во-вторых, сам НМД-оток, он пиковый, потому что глутамат сразу досинстезирует. А в-третьих, что очень важно, что ампорецептор активируется глутаматом в концентрации 1 мм. То есть необходим огромный выброс медиаторного глутамата для того, чтобы дать пиковый ответ ампа. А активация НМД-рецепторов осуществляется при трех микромолях. То есть НМД-рецепторы чувствуют... Коллеги, у нас время следующего доклада. Давайте дискуссию тогда уже... Поэтому это они почти не могут взаимодействовать в природе, потому что НМД-рецепторы активируются остаточным уровнем глутамата. Это, я думаю, что просто дискуссия, выходящая немножечко за рамки, так сказать, ампорецепторов не может Спасибо.